Начну просто с отрезка. Отмечу середину этого отрезка. Странно, почему Е, конечно, но тем не менее. Рисую тот же самый отрезок. Рисую букву Е. Здесь делю пополам и пишу букву Д. Теперь рисую тот же самый отрезок. Смотрите, когда вы в тетради делаете, вы должны учесть, что потребуется довольно много места для того, чтобы вписывать буквы. Поэтому, пожалуйста, это учтите. Так, уже последователь стало довольно большой. Теперь рисую следующий отрезок. Разумеется, перевисываю эти буквы целиком. Просто от буквы одной. И, вы уже догадались, везде вставляю что? Нет. Нет, букву В. Потому что перед буквой С у меня обязательно стоит буква В. Так, видно, что я хоть вам и говорил, но сам не рассчитал. Поэтому давайте я сделаю так. Я нарисую очень длинные отрезы. Кстати, ребята, я для этого даже могу не смотреть, потому что принцип организации, он у меня очень простой. Сейчас я прохожу везде, вписываю буквы С. Теперь я прохожу, вписываю везде в середину отрезка букву В. Так, В, 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 В и В. Так, и теперь наступает вот что. Я везде между соседними буквами вписываю букву А и ставлю соответствующую листочку. А, 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 А. Так, понимаете, что я делаю, да? Везде вписываю А. Это очень быстро. Ну, конечно, я должен рис 4 поставить, но понятно. Так, А. А, А. Отлично. Это первая картинка, которую я предлагаю вашему вниманию. Давайте я буду нумеровать. Значит, первый сегодняшний сюжет очень простой. Берем буквы латинского алфавита. Кстати, русский алфавит ничем не хуже. И то, что я начал именно с буквы Е, это я просто так мог бы начать с любой другой буквы. Тут важно, что каждый раз добавляется некоторая новая буква и вставляется вот так, как я показал. То есть отрезок делится сначала пополам, потом на 4 равные части, потом на 8, на 16, если уже на 32 одинаковые части. Теперь сюжет номер 2. Поднимите руки, кто знает, что такое четырехмерный куб. Два человека, три человека что-то об этом знают. Хорошо. Хорошо, молодцы. Так вот, я сейчас рисую вам одномерный куб. Это самый обычный отрезок. Двумерный куб. Это квадрат. У него два измерения. У отрезка одно измерение. Длина. У квадрата два измерения. Длина и ширина. Так, теперь догадайтесь, что такое трехмерный куб. Это обычный куб. Совершенно верно. Это привычный вам кубик. Я его уже поменьше размерами нарисую, потому что... Надо же, чтобы на душе все это влезло. Так, отлично. Отлично. Получился у меня трехмерный куб. Вот теперь я должен нарисовать четырехмерный куб. Чтобы нарисовать куб четырехмерный, нужно добавить одно измерение к этому кубу. Что это значит? А, очень просто. Надо без ошибки нарисовать самый обычный кубик, но нарисовать его два раза. Нарисовать его надо два раза. Не так важно, где рисуется второй. Вы сейчас увидите, что я буду делать, и поймете, почему это не так уж и важно. Значит, ребят, смотрите. Я сейчас рисую, что называется, четвертое измерение. Вот смотрите. Вот одно измерение, второе, вот здесь первое, второе, третье, а здесь будет первое, второе, третье. Понимаете? И какое будет у меня четвертое? А вот это. На камере, к сожалению, цвета плохо передаются, поэтому практически это не будет видно. А тем, кто сейчас в мобильтории, очень хорошо видно, что это я делаю, что? Соединяется другим цветом. Другим цветом. Правильно? Я это соединяю другим цветом. Вот у меня такая картинка. Вот, то, что получилось и называется четырехмерный. Я не знаю, наверное, все-таки пятимерный я рисовать побоюсь. Дело в том, что на компьютере я это рисовал школьникам. Это легко. Когда рисуешь такую штуку, потом ее надо один к одному скопировать и соответствующие вершины соединить. И это будет то самое лишнее пятое измерение. Вот. Но на доске, наверное, не стоит, потому что, в принципе, так понятно. Вот. Только время нахать. Значит, сейчас я объясню, как связано. Давайте договоримся, что вот наши горизонтальные ребра будут называться Е. Вот все эти отрезки у меня будут называться Е. Я не буду, конечно, уж совсем все помечать здесь слишком много, но не только чтобы помечить. Вот это Е, 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 да? Везде, везде одна и та же буква Е. Дальше. Давайте договоримся, что вертикальный отрезок называется Д. Вот здесь вот везде вертикальные отрезки у меня будут называться Д. И здесь, кстати, тоже. Дальше. Такой вот, что сказать, косой, который под углом здесь нарисован, соответственно, будет называться у меня буквой С. Смысл поняли? Да. Ну и здесь вот он тоже С, да? Здесь это тоже отрезок С. И, наконец, вот этот вот длинный будет называться Б. Длинный будет называться буквой Б. Сейчас я каждую из вот этих вот картинок, ну, крови этой, потому что я все-таки пятимерно побоялся рисовать, каждую из этих вот последовательностей воспряму как приказ для движения по картинке. Давайте договоримся. То есть, в любом случае, начинать мы будем в одной из вершин куба. На самом деле, совершенно не важно, в какой, потому что кубик, как вы знаете, симметричный. У него все углы на самом деле одинаковые. И дальше букву воспринимаем как приказ идти по соответствующему ребру. То есть, у вас из любой вершины, вот здесь вот выходит из вершины Д и Е, здесь из вершины выходит С, Д и Е. Из любой вершины выходит, ну, в зависимости от того, какая размерность, столько ребра. И каждой буквой из интересующих нас выходит ровно одно ребро. Значит, смотрите, вот здесь. Я беру одну букву Е и говорю, что иду вот сюда. Видите? Вот он маршрут. У него есть начало. Это вершина номер один, с которой мы начинаем. Ну и конец маршрута. Вершина номер два. Все понятно? Господа, быстро. Д, Е, Д. Побежали. Д это вот сюда. Е это горизонтально. Д это вот сюда. Пишем на своих картинках. Один, два, три, четыре. Написали. Теперь пошли к кубику. Тут была такая последовательность. С, Д, С. Е, С, Д, С. Отлично. Значит, один. Иду, С. Дальше, Д это вверх. С это сюда. Дальше, Е. Дальше, С. Д, Дальше, Д, и дальше, С. Так, отлично. Номера ставлю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, между прочим, это очень легко объяснить. Я обхожу сначала левую грань. Один, два, три, четыре. Потом делаю такой шаг. И обхожу правую. Пять, шесть, семь, восемь. Поняли? Итак, начинаю с этой вершины. Вы пальцем только там держите. Б. Так, я иду к Б. Это называется вершина номер два. Так, и давайте, как я обычно делаю, такую волную стреление. Два. Дальше. С. С, это у меня было вот так. Да, здесь будет вершина номер три. Дальше. Еще раз к Б. Еще раз к Б, это я должен вернуться. Так, хорошо, четыре. Что? Д. Д. Я поднимаюсь, сюда пишу пятерку. В. В. Так, сюда я пишу шесть. С. С. Это я сюда пишу семь. Дальше. Д. Опять В. Да. Так, сюда пишу восемь. Дальше. Дальше. Так, иду сюда пишу. Девять. Д. Отлично. С. Сейчас. С. Это вот так. Одиннадцать. В. Опять В. Да. Опять В. Это двенадцать. Да. Что? С. Д. Это вертикальное. В. Опять В. Четырнадцать. С. 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 Это пятнадцать. И. Все. Так. Да. И сюда. Шестнадцать. Спасибо большое. Все. Мы прошли. Действительно, вершин шестнадцать штук. Что? А в пятимерном кубе вершин будет в два раза больше. То есть, действительно, 32 штук. Ребята, смотрите, что я сейчас понял. Что у меня слишком много здесь вот этих вот линий. Из-за этого чертеж плохо видел. Давайте я сейчас сделаю так. Я все-таки заново нарисую четвертый куб. Это совсем не трудно. Это довольно быстро. Для того, чтобы, может быть, вам более понятно объяснить. Господа, смотрите. Смотрите, что я сейчас делаю. Значит, я опять рисую на вот этой вот части носки четырехмерный куб. Это значит, два кубика рядом. Два кубика рядом. Посмотрите, я просто надеюсь, что у меня сейчас будет более красиво. И давайте договоримся вот о чем. Что Е это у меня будет вот этот вот отрезок. Объясняю идею. Чтобы один раз только. Вот в этой последовательности у меня одна в двухе. Соответственно, я сначала пройду вот этот кубик, потом сделаю Е и пройду этот кубик. Так будет явно лучше, да? Значит, ну давайте я, конечно, все эти отрезки Е нарисую. Так, еще очень важная вещь. Здесь есть часть людей, которые ждут, когда им сделают красиво. Господа, это категорически нужно сейчас нарисовать. То, как у меня на доске, я мог бы вообще-то сюда и проектор принести. Это очень быстро рисуют при помощи компьютера, да? Но проблема не в этом. А в том, чтобы вы это сделали своей рукой. Вот сейчас все, даже если это у вас получается не очень красиво, все равно сейчас все это рисуют. Я специально рисую вторую картинку, чтобы дать вам время хотя бы одну рисовать самим. Пусть получится не очень красиво. Кстати, у меня здесь тоже кривовато, но я же не стесняюсь. Так, вот все эти вот длинные отрезки, это называется Е. Так, дальше давайте договоримся, что на этом чертеже я возьму в качестве буквы Д вертикальный отрезок. Вот вертикальный путь, это у меня будет называться Д. Вот, и давайте договоримся, скажем, Б это будет горизонтальный, вот, а С это будет такой вот между Б и Д, который расположен, да? Вот это вот С это Б. Так, сейчас я, наверное, сам могу, потому что здесь картинки близко. То есть, итак, сначала иду Б. Очень хорошо. Один, это вот два. Замечательно. Потом иду отрезок длины С, это три. Потом опять отрезок Б. Это вершина номер четыре. Вот обратите внимание, я прошел сейчас Б, С, Б, и на самом деле я целиком прошел один квадратик. Все увидели? Да. Один квадрат у меня целиком пройдет. Вот, отлично. Дальше я иду в углу Д. Это вверх. Я иду вверх. Вот это вот в углу Д. Дальше опять Б, С, Б. Это по горизонтали, вот так и так. Пять, шесть, семь, восемь. Обратите внимание, когда я прошел вот эти вот отрезки, кто полностью прошел по всем восьми вершинам куба. Полностью прошел по всем обычным вершинам, обычного трехмерного кубика. Теперь, после того, как я прошел эти восемь вершин, вот это вот важное место, буква Е, я перепрыгиваю вот сюда, в девятую вершину. Я иду в девятую вершину, и вы дальше видите, что опять ровно такая же история. Вот это вот Б, С, Б сначала. Б, С, Б, это я прохожу одну грань. Так, вот здесь вот у меня одиннадцать, здесь вот у меня двенадцать. Хорошо, ладно, грань. Дальше ты это спускаешь вниз. Тринадцать. И дальше опять Б, С, Б. Четырнадцать, пятнадцать, и пошел сюда шестнадцать. Ну, не знаю, мне кажется, так картинка понятнее, чем то, что у меня было там, потому что я только один раз двинусь. И видно, что будет происходить, если я возьму не четырехмерный, а пятимерный. Будет все очень просто. Я должен буду взять целиком вот эту картинку, скопировать, ну, если кто-то из вас занимался там рисовальными программами, в компьютере, то знает, да, тут берется и копируется, и движется, да, там в фотошопе или в чем-то таком есть, наверное, кто-то из вас знает. Не знаете, скоро узнаете. Это все вещи простые и полезные для практики, для рисования всякого. Да, так вот, берется и берется целиком эта картинка, копируется, сдвигается. Дальше, вот так же, как здесь вот, проводят соответствия, соединяющие соответствующие вершины. Мы проходим сначала шестнадцать вершин здесь, делаем один такой ход, и там тоже проходим шестнадцать вершин. Все понятно? Все, второй сюжет тоже рассказывал. Если вы думаете, что на этом остановка, то нет. Я сейчас расскажу вам историю номер три. Да, от всего у меня будет сегодня четыре штуки. От всего истории будет четыре. Так вот, история номер три такая. Я напомню, как записываются числа в двоичной системе числения. Это у меня шло один. Так записывается двойка. Так записывается тройка. Ладно уж, для тех, кто совсем ничего не знает про двоичную систему, напомню. Это последний разряд. Называется разряд единиц. Предпоследний разряд называется не разряд десятков, как в обычной, привычной вам системе. А разряд двоек. Перед ним идет разряд четверка. То есть вот это вот записывается как четыре плюс два плюс один. Это четыре плюс два. Это четыре плюс один. То есть это на самом деле пять. Вот это на самом деле шесть. Это семь. Так, ну я все-таки выпишу еще числа. А именно число восемь записывается, как же единица, с тремя нулями. Соответственно, вот этот следующий разряд называется разряд двосяверок. Девятка это один ноль 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 один. Десятка записывается вот так. Помните, в начале учебного года я обещал, что любым образом я добьюсь, что вы все-таки двоичную систему поймете. Видите, мы довольно часто к ней возвращаемся, так что уверен, что все-таки в конце концов невозможно будет закончить чернику, не поняв, что же такое двоичная система. Это у меня, так сказать, разряд единичек, двоек. Даже не так сказать, а так есть. Босьмерки, да? Вот последнее, что это один плюс ба, плюс четыре плюс восемь, это на самом деле пятнадцать. Так вот, посмотрите сюда. Посмотрите сюда. Казалось бы, никакой связи. Казалось бы, вот эта штука с буквами Е, Д, С на первый взгляд не связана с этим. Последний разряд, это будет буква А. Перед ним будет идти буква Б, перед ним буква С, перед ним Д, перед ним Е и так далее. Так, и здесь то же самое, чтобы вы не купились. А, Б, С, Д и так далее. Значит, господа, сейчас принцип. Я сбоку от нашего числа пишу букву А во всех местах, когда число заканчивается на единицу. Давайте я прямо сразу пройду, и везде, где заканчивается число на единицу, я напишу букву А. Да, совершенно верно, через одну. Кстати, если вы сюда посмотрите, то там так и есть. Тут тоже буквы А идут через одну. Согласны? Отлично. Дальше. Букву Б я пишу там, когда в последнем разряде 0, а в предпоследнем единица. Здесь у меня будет буква Б. Здесь ничего не будет. Здесь будет буква Б. Здесь уже написано. Здесь у меня будет буква Б. И здесь будет буква Б. Значит, и так, буква Б означает, что единичка здесь, а после не будет 0. Вы уже догадались. Вот в такой ситуации я напишу что? С. С, совершенно верно. Единица, после которой идет два нуля, это обязательно С. Так, вот у меня получились две буквы С. Теперь, единица, после которой идет три нуля, это обязательно будет что? Д. Д. Обратите внимание, я буквы уже везде написал. Я буквы везде написал. Ребята, я сейчас упомню. Здесь будет буква Е. Здесь у меня будет написано буква Е. Здесь А, потому что последняя единичка. Б. Опять А. С. А. Что это? Б. здесь А. 30 и, наконец, 31. Отлично, молодцы. Правильно помните. Значит, теперь надо разряды наших расставить. Е, это разряд, где число 16, Д, С, В и А. Смотрим. Чем отличается следующая табличка от предыдущей. Это очень просто. Ко всем числам прибавится, знаете, число 16. Единички. То есть единички я пишу, потому что они будут везде. Сразу после этого опять обязательно будет везде единица. К. А дальше надо скопировать отсюда. А именно, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 и, наконец, 1, 1, 1. Отлично. Осталось проставить буквы. Последняя единица в этом числе стоит на месте D, здесь стоит на месте A, здесь на месте B, вот эта единица, на месте A, на месте C, на месте A, на месте B и, наконец, на месте A. Господа, я получил следующую последовательность букв. У вас она в тетради записана. Пожалуйста, я ее могу показать. A, B, C, дальше. Стоп, стоп, стоп. Запомнил ли я? Да, вот эта песня. Можно я? Друзья, можно поменять, да? Хорошая доска. До чего удобнее, до чего понятнее работать. Итак, все, давай. Итак, показывай туда пальцы и читай. E, A, B, A, C, A, B, A, D, A, B, A, C, A, B, A. Убедил? Да. Это одно и то же. Спасибо. Спасибо. Итак, мы видим, уже третий сюжет рассказывает нам об одном и том же математическом явлении. А вот такой последовательности букв или, если угодно, вот от этих последовательностей букв. Или, если угодно, от двоечной системы. Вы понимаете, что вот эта последовательность выписывается. Ну, единственное, нам нужно будет придумывать все время разные названия для каждого следующего разряда, да? Ну, пока есть статистический алфавит, мы потом возьмем там, не знаю, русский алфавит добавим, потом еще там греческий. Три раза я об одном и том же рассказал. И вряд ли я стал бы это делать, если бы у меня не было бы еще четвертого, гораздо более симпатичного и неожиданного сюжета на одну же самую тему. Потому что, то, что я сейчас рассказал, ну как, это некоторые такие вот упражнения по двоечную систему, да? Ну, оказывается, мы с вами ровно то же самое уже видели, когда занимались игрой под названием Хануйская башня. И поэтому, как бы, вот я просто вспомнил, что Хануйская башня все этим связана, и понял, что обязательно-обязательно на наших кружках это надо играть. Напоминаю условия игры. Имеются три стерженька и предметы, которые мы представляем по некоторым правилам. Правило очень простое. Предмет большего размера нельзя класть на предмет маленького размера. Один я уже принес, это книжка. Кстати, книжка не случайная. Это книжка Мартина Гартнера. Вообще у Гартнера есть примерно десяток книг совершенно замечательных. Он в течение многих лет вел раздел, посвященный математическим журнале Scientific American. Называется эта книжка «Математические головоломки и развлечения». В свое время издательство «Мир» издало, ну почти все перевело, что Гартнер написал. Замечательные книжки. И вот в этой есть как раз то, что я сегодня вам рассказываю. Ну, именно этот сюжет читать бессмысленно, потому что я целиком все расскажу о том, что здесь написано. Но книжечка толстая, поэтому советую посмотреть другие вещи. Тут, например, совершенно замечательно рассказано о флексагонах. Декса, декса, флексагон. Вот, ну и всякие, в общем, книжки. Так, это будет у меня первый предмет. Единственный вопрос, где мы будем этим заниматься? Постали. Так. Вот, давайте мы сейчас съемочную площадку оборудуем. Напоминаем, что у нас что. Значит, это самый маленький предмет. Как мы его называем? Фушистик. Это змейка. Это все знают, да, Эльш? Надеюсь, все эту игру... Роскошная совершенно игра. Складывать разные фигурки. Вот, замечательно. Она называется змейка. Это пенал. Это гарднер. Это тысяча и одна задача. Сказываю, что сейчас будет. Он читает... Только давайте сначала обойдемся двумя предметами. Читаешь вот эту двумя предметами, причем самыми большими. Причем самыми большими, да? Вот. Читаешь последовательность, которая там написана про буквы Э и Е. Читай. Д, Е, Д. Отлично. Выполняю приказы. Предмет Д. Нет, нет, нет. Так нельзя. Берешь предмет Д и перекладываешь. Перекладывай. Д это книжка гарднер. Да, перекладывай. Можно брать только один предмет. Так. Правило игры состоит в том, что можно передвигать на соседнее место, но нельзя... Так. На соседнее, значит, центр стола. Плати папку сюда. Отлично. Выполнила приказ Д. Теперь выполняй приказ Е. Правильно, молодец. Сюда нельзя, потому что большее нельзя класть на меньшее. У тебя есть три места. Левое, центральное и правое. Молодец. Выполнила приказ Е. Теперь выполняй приказ Д. Приказ Д. Это сдвинуть книжку гарднера. Нет, не туда. Ты что? Ты же помнишь цель игры? Чтобы они все собрались в другом месте в порядке. Молодец. Приказ Д, Е, Д выполнил. Так. Садись. Так. Так. Вы у нас по-прежнему читаете. Вы у нас читаете вот эту последовательность. Хорошо? Отлично. Так. Уже у нас три предмета. Три предмета. Три предмета. Здрасте. Как вас снимать будет интересно? Да. Так. Так. Читаю приказы. Д, С. С. Не, не, не Д, а все-таки. С. С. Выполняй приказ С. Дальше. Д. Приказ Д. Дальше. С. Дальше. Приказ Е. Да-да, молодец. С. С. А вот интересно, куда класть. Да, сюда. Молодец. Дальше. С. Д. И С. Так, запутались. Давайте заново. Прости, пожалуйста. Заново читаешь? С. С. Д. С. Е. С. С. Ни сюда. Молодец. Д. На крышку. С. Отлично. Справились? Да. Справились. Так. Замечательно. Давай. Быстрее. С. Так, добавляется еще, добавляется предмет ПМ. Только, ребят, сейчас я скажу вам одну вещь. Вы могли заметить, что некоторый интеллект от нее требуется. Давайте мы вернемся к последовательности. Вернемся. Помните, как там было? Вы читали мне букву С, это было однозначно. Потом читали букву Т, а вот потом была неприятность. Вы мне прочитали, не мне, девочки, прочитали букву С, но было непонятно, С сюда или С сюда. Согласны? Так вот, я сейчас объясню вам, как на самом деле те последовательности в однозначный, что называется, план работы. А именно, господа, давайте поговоримся. Что у нас будут три места. Вот это будет не только слева, но слева в углу. Это будет не только в центре, а в центре впереди. И здесь справа в углу. Понятная идея, да? Вот это одно место. Запомнил? Запомнил? Раз, два. Нет. Вот это два. Вот это три. И дальше правило такое. Предмет, если начал двигаться по часовой стрелке, то он и будет двигаться по часовой стрелке. Если начал двигаться против часовой стрелки, то и будет двигаться против часовой стрелки. Поняли смысл? Отлично. Так, начинаем. Нет. Все-таки сначала для трех предметов. Для трех предметов это нужно опять зачитать вот это. Давай, читай и делай. Давай, давай, делай. С. Не сюда, мы же договаривались. О, Господи. Сюда. Да. Заметьте, вот этот стал двигаться по часовой стрелке, а Гартнер стал двигаться против часовой стрелки. Отлично. Дальше. С. Продолжает движение по часовой стрелке. Дальше. Е. Е. Да, отлично. С. Он движется по часовой у нас. О, да. Д. Гартнер движется против часовой. И С. С по часовой. Отлично. Так, не убегай. Потому что я обещал, что мы к этому добавим еще змейку. Это означает, что вы сейчас, вы сейчас должны прочитать вот эти слова. Хорошо. В. С. С. Обратите внимание. И запомните, змейка бежит по часовой стрелке сейчас. Пенал бежит. Что? Против. Догадайтесь, как побежит Гартнер. По. А как побежит еще одна задача? Против. Против. Отлично. Так, вы уже нам прочитали два хода. Правильно? Б, С. Да, говорите. Следующий. В. Д. В. По часовой стрелке идет, да? С. Не, не, пенал против. В. Е. Тысячная задача идет против часовой. Против. Нет, змейка по часовой. Ну, я пояснила. А, да, по часовой, да, все, я уже перепутал. Молодец. Да, змейка по часовой. Против. Да, пенал против. В. Д. Молодец. В. Да. С. Пенал против часовой. И В. Отлично. Садитесь. Так. Пушистик, пенал и тысяча одна задача будут идти по часовой, а змейка и гарнир будут идти против часовой. Смотрим. Значит, ребят, просьба сейчас это не делать, но когда придете домой, уж, наверное, у вас найдутся там пять предметов разного размера, правильно? Вот это надо будет самим в обязательном так сейчас не делать. Потому что сейчас это только шум даст. А дома, наоборот, в обязательном порядке проделать. Так, значит, да, прикладывай палец к букве и громко ее читай. Молодец. Молодец. П. А. Стоп. У нас пушистик куда двигался? Почасовой пушистик двигался. А. Дальше. Б. Это против часовой. А. Пушистик. Почасовой. Пенал так же, как, да, да, так же, как пушистик. Почасовой. А. Пушистик. В. Против часовой, да. А. Почасовой. Е. Наконец-то, первый раз, да, 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 минус. Против часовой у нас идет без часовой. Нет. По. Да, да, да. Гарни против, да, нормально. А. Против. Б. Б против часовой. А. А против часовой. С. Да. А. А. Против часовой. Б. Б против часовой. С. А. А. А, А, обязательно А. Да. Д. Д это гарни, нет, нет, нет. Д это гарни. Гарнир, надо еще одну задачу. Против. Он против. А. А по часовой, да. Б. Б против часовой. А. Да. С. Молодец. А. А, да, идет правильно по часовой. Б. Против. Против. А сюда. Молодцы, все. А.